Добрый день, добрый вечер, друзья! Для Сибири и Дальнего Востока у нас уже вечер, уже почти ночь. Мы в 13 часов с Алексеем ведем эти вебинары, как раз рассчитывая на наших партнеров, которые находятся в Сибири и Дальнем Востоке. А для европейской части, те, кто не знает, мы проводим еще в 20 часов еще один вебинар. Это технико-экономические вебинары, которые мы ведем по средам с Алексеем, именно ориентированных на тех, кто хочет получать более углубленные знания с экономикой, связанные именно с развитием Skyway и Transnet, и последние новости, связанные с развитием проекта. То, в общем-то, чем мы с вами занимаемся. Так, друзья, как видно, как слышно. Так, добавьте звук. Звук нормально? Давайте чуть добавим. Так лучше? Хорошо слышно? Отлично. Ну все, друзья, тогда начинаем нашу работу. Тогда давайте, кто у нас сегодня первый раз? Сейчас будет табличка, выберите там цифру 1. Ну, большинство, конечно, мы уже ориентируемся, и мы знаем, что на наши с Алексеем вебинары в основном ходят те, кто не первый раз, то есть те, кто уже давно в проекте. Многих, я знаю, уже и год, и больше года. Вот. Но, тем не менее, всегда на каждый вебинар заходят люди, которые только подсоединяются, и это абсолютно такой правильный для нас ход. И сразу могу сказать, что мы сейчас ориентированы именно как командой Skyway Invest Group, именно командой, которая сегодня объединяется уже под общим брендом Transnet Group. И для себя, скажем, такой лозунг и девиз, который мы взяли на ближайшее время, это «Мы объединяем мир», потому что мы создаем сегодня адресные проекты, которые сейчас будут ориентированы и в России, и на Украине, и при Балтике, и в Европе, и в Африке сейчас. Вот Андрей прорабатывает с целой очень такой интересной командой молодых дипломатов африканских. Вот, соответственно, для того, чтобы развивать сейчас сеть адресных проектов и сеть на африканском континенте, у нас активно идет работа сейчас по работе в Австралии. То есть Алексей тоже к этому принимал самое непосредственное участие, что через структуру его активистов, людей, которые через него пришли в проект, вышли на человека Роберта Хука, тоже мы об этом очень много рассказывали. И, соответственно, это целое направление, которое сейчас движется по выработке таких наиболее значимых и наиболее таких важных проектов на австралийском континенте. Поэтому, друзья, работа идет активно. И, как вот сейчас перед вебинаром Алексей ставил несколько интервью с Санкт-Петербургом Юницким, как раз основное, то, что он сказал, и основной упор, который он сейчас делает, это о том, что нам необходимо сейчас строить демонстрационный полигон, нам необходимо строить демонстрационные стенды и вообще этот отдел продаж, который будет показывать технологию и, соответственно, привлекать заказчика в адресные проекты со всего мира. Эта работа делается, и на этой неделе как раз, друзья, подписан уже и зарегистрирован контракт на оформление земли, уже появился госреестр, госномер этого договора, и, соответственно, прямо в ближайшее время начинаются полевые строительства. Мы это долго ждали, мы к этому подходили, и сейчас можно сказать, что этот этап, соответственно, запущен. И вот лично я, вот мы с Алексеем будем что делать, мы будем сопровождать и показывать в реальном времени, что сделается, как сделается, какие цели, какие задачи стоят, а я еще со своей стороны буду обязательно это комментировать и делать, потому что я участвовал уже в строительстве полигона Квазерах, который строился 15 лет назад, и, соответственно, от начального этапа, то есть закладки первого камня, когда был вбит первый кол, потом выкопана первая яма, залит первый бетон, потом поставлена первая опора, натянуты первые струны и так далее, и так далее, потом запущен вот этот процесс. Соответственно, я обязательно буду показывать из исторической ретроспективы, что было сделано как, это с какой целью и запущенной, зачем мы это будем делать, что, как вы понимаете, критиков, недоброжелателей, да и просто врагов у проекта довольно-таки большое количество, и, соответственно, скептики постоянно, то есть там многие не верили и нас прикали в том, что мы не дойдем до стадии запуска конструкторского бюро, дошли до этой стадии. Сейчас запуска, оформление земли и начало строительства, дошли до этой стадии. Вот, потом по ходу строительства, потому что там же не сразу будут проявляться очертания новой дороги, будут, тем более, многие на ухавы, их вообще нельзя показывать на ранней стадии, поэтому будет очень много скептиков, это сразу заранее, то есть, вот, говорим, которые могут говорить, что там какая разница, что мы копаем, можно нанять трех таджиков сейчас, хотя в Беларуси этого невозможно, и, соответственно, изображать работу, показывая при этом, что, так вот, друзья, вот, чтобы это систематизировать и сделать, и показать, каким образом это делалось, мы обязательно будем проводить такую респективу с тем, что делалось в озерах Подмосковья 15 лет назад, и мы будем показывать, что вот проделана одна работа, вот как это начиналось, потом к чему приходит, и через все этапы это будет пройдено, и, соответственно, по мере продвижения, соответственно, очертания стендов, демонстрационных стендов технологии на Минском полигоне будут постепенно приобретать те же формы, что и в озерах, и на каком-то этапе станет понятно, что технология пошла дальше, потому что все, что сделали в озерах, это демонстрационная путевая структура, и ЗИЛ-131, как лаборатория, которая показывала нагрузку на путевую структуру, соответственно, изгибы, наморозки льда, растяжение и температурное расширение, вот это все было как раз продемонстрировано и испытано на этом стенде, вот, но... извиняюсь, вот, но цели и задачи, которые стоят сейчас в Минске, на Минском полигоне, они намного шире, они предназначены уже для того, чтобы окончательно запустить и сделать, и уже продемонстрировать готовую технологию, которую можно внедрять уже для решения конкретных производственных задач. Вот, если стенд и ЗИЛ в озерах была задача продемонстрировать путевую структуру и возможности, что путь весом меньше 100 килограмм на погонный метр может выдерживать 12-15 тонн нагрузку, соответственно, это было продемонстрировано, сделано, весь комплекс работ, связанный с строительством и испытанием анкерных опор, с анкированием самих натяжных канатов и взаимоотношения, соответственно, колесо, металлическое колесо, металлический рельс, вот это все было продемонстрировано, сделано, оформлено в виде именно научных результатов, и все это используется для дальнейших расчетов, для дальнейшей работы, которая сегодня применяется. Но то сегодня задачи, которые стоят перед полигонами, они намного шире, они именно заключаются в том, чтобы показать и привлекать уже заказчиков и инвесторов именно в законченную готовую технологию, которая будет уже не просто участвовать или частью являться производственного цикла, а это именно будет запуск нового бизнеса по освоению новых месторождений труднодоступных с любыми грунтами, это и вечная мерзлота и болота, и скальные грунты, это и перевозка пассажиров в городском цикле, и, соответственно, межгородском, это и скоростные перевозки, соответственно, со всеми испытаниями пародинамики, то есть это очень много мы об этом говорили, еще будем говорить, и это, друзья, очень важный такой момент, что сегодня мы движемся, и здесь тоже много раз об этом говорили, еще будем говорить, я постоянно на этом акцентирую внимание, что очень многие вещи мы анонсируем вперед. Вот, может быть, с точки зрения, ну, скажем, такой житейской логики или, ну, как говорится, что не показывать дураку незаконченную работу, что было бы лучше закончить, сделать, и уже потом на готовую показать, но, к сожалению, друзья, мы такой возможности не имеем, потому что мы привлекаем инвесторов, инвестиций на развитие проекта, поэтому мы вынуждены сейчас говорить, что мы будем делать, какие цели ставим, и на какие цели мы привлекаем средства, и куда приходят инвесторы, и потом, когда мы это делаем, мы отчитываемся и показываем, что эта работа проделана, и, соответственно, задачи, которые ставлены, решены. Поэтому здесь есть ряд недостатков в этой работе, потому что все помните историю в Литве, которая была, когда мы вынуждены были вперед анонсировать определенные вещи, связанные с строительством технопарка, с землей, тем более, что было очень благоприятно по началу обстановка, и потом, когда, исходя из той русофобии или там той внешнеполитической ситуации, которая нагнеталась и сейчас продолжает нагнетаться в еще более такой утрированной и, я бы так сказал, концентрированной форме, вот, то, к сожалению, из Литвы пришлось уйти, и нас некоторые там наши сторонники и противники, которые маскируются под сторонников, стали обвинять о том, что нерационально использовали время, нерационально использовали ресурсы и так далее. То есть было ряд таких, но я могу сказать, что, друзья, венчурность проекта в том и заключается, что очень многих факторов мы сегодня просто не можем учесть и не можем предполагать, потому что то, что стало развиваться в геополитической сфере сегодня, полтора года назад, когда мы запускали проект, даже трудно было предположить, хотя мы, компания была зарегистрирована в октябре 2013 года, а первые инвесторы пришли, первая работа началась где-то в декабре-яварь, соответственно, 2013-2014 года, а вебинары мы начали вести с февраля 2014 года, в этот момент как раз началась самая активная фаза, сначала Майдан на Украине, то есть когда там произошел переворот, рухнула, в общем-то, официальная власть и произошла смена, потом консолидация западного мира против, и все это шло на фоне развития проекта, и были очень большие предположения и опасения о том, что вот эта внешнеполитическая и вот эта вся мишура, которая происходит, к сожалению, что она очень серьезно будет влиять, мешать, вот, но здесь я уже могу сказать, из опыта, который мы наработали, что появились все новые партнеры, появились новые сторонники проекта, примерно в то же время подключился Андрей Хавратов с Академией частного инвестора, и сегодня это основной двигатель именно инвестпроводящей системы, который сделал, то есть у нас огромное количество и друзей, и партнеров, и соратников с Украины, и с западной, и с восточной, вот, очень активно, и сейчас вы видели тоже перед началом договора, который подписали Укртранснет, именно на строительство сети дорог в Украине, соответственно, это все... Вот, и это нам как раз сделало очень такую большую уверенность о том, что внешнеэкономические, внешнеполитические потрясения, которые на Украине, то, что происходило и сейчас происходит, это очень серьезно, это ломка финансовой системы, все уже открыто, там, на уровне министра экономики, министра финансов, если кто следит за Украиной, по-моему, нету людей, которым бы этот вопрос были равнодушны к этому вопросу, соответственно, все показывает о том, что Украина стоит на пороге, ну, фактически финансового и экономического краха, то есть сегодня уже, вот я вчера смотрел интервью с министром финансов Украины, она откровенно говорит, что не пугайтесь, дефолт, в принципе, это ничего страшного, ну, подумай, что он в банкроте государства, ничего страшного там есть, конечно, как гражданину Соединенных Штатов, вот, ей может быть на это и все равно, но люди, которые жили и у которых были накопления на начало 2014 года, а сегодня эти накопления превращаются практически в пыль, конечно, такие все рассуждения, они весьма, скажем так, сомнительного толка с точки зрения финансов, ну, а когда министр экономики, некто господин Абрамовичус тоже говорит, что Украина сейчас не имеет самодостаточных ресурсов, то есть она вынуждена будет обращаться к внешним финансовым инструментам, заимствованиям и внешнеэкономическим управлением, то здесь, друзья, я думаю, что это не та цель и те задачи, которые декларировали, ставили перед собой люди, которые устроили переворот на Майдане под делозунгом, что управление, которое было на тот момент, не позволяет развиваться в Украине и, соответственно, она толкает Украину к финансовому краю. Как показала практика, все, что потом было сделано этими властями, как раз и привело к тому, что сегодня развитие и экономика Украины стоит под очень большим вопросом. Вот, к сожалению, этот процесс идет параллельно с развитием нашего проекта, но мы за эти полтора года устояли, мы создали краудинвестинговую проводящую систему, создали конструкторское бюро, конструкторское бюро работает очень активно и очень эффективно. Наши директора, которые были на подписании договоров, они все это видели и приехали с очень большим таким воодушевлением. Было принято решение, что у нас каждый месяц будет ездить туда группа и директоров, и мы будем активистов привлекать, которые хотели бы посмотреть и увидеть воочию, как работает КБ и как идет строительство, естественно, в том объеме, в котором можно это показать. Еще одна у нас такая очень интересная сейчас есть инициатива, мы работаем, что крупных инвесторов, которые готовы войти, но которым надо еще сделать ряд, ну скажем так, шагов для того, чтобы убедиться в технологии. Вот мы их тоже будем отдельным образом собирать и где-то раз в три месяца специально приглашать в конструкторское бюро, делать для них специальный такой мини-семинар, для того, чтобы показать такого рода инвесторам, что вот работающий КБ, что перед ними лично выступал генеральный конструктор, генеральный директор Анатолий Дорожий Юницкий, чтобы они общались с рядом именно технологов-конструкторов, опять же, в том объеме, в котором это можно с точки зрения раскрытия ноу-хау. И дальше уже принимали решение. Это очень действенный метод, я могу сказать по опыту, потому что ряд очень крупных инвесторов, которые пришли там на сотни тысяч долларов и фунтов, они как раз пришли в прошлом году после Минской конференции, когда мы сделали первую такую крупную конференцию для крупных инвесторов или потенциальных крупных инвесторов. Соответственно, они после такого рода работы уже развеялись все сомнения и включились в работу. Это тоже то, что мы с вами будем делать и проводить. И дальше очень важно сейчас нам понимать вот эту линию, которую мы сейчас отстраиваем. Почему я сейчас ватронул внешнеэкономическую и внешнеполитическую ситуацию и в Украине, и вокруг России, и внутри России, что ситуация, к сожалению, набирает такой отрицательный оборот. Мы видим, что ситуация только движется с точки зрения противостояния конфликта, только в сторону экскалации конфликта, что Запад принимает все более и более жесткие меры против России. Внутри уже фактически начинает готовиться сначала к экономической уже мобилизации, что фактически вот это противостояние, оно сегодня все сильнее и сильнее нарастает. И в этой ситуации мы как раз как команда, которая занимается именно абсолютно конструктивным делом, который делает задел в будущее, который готовит новую экономику, который готовит новое развитие России и евразийского пространства, мы вынуждены в этом ориентироваться. Мы, естественно, ведем очень много переговоров с разными родами сил и влияния, так сказать, и так далее, и так далее. И мы выстраиваем абсолютно свое направление, свою позицию, мы декларируем, что мы ни в коем случае вне политики, то есть нас абсолютно не интересуют какие-либо политические цели, нас не интересуют сегодня цели и задачи захвата рынка или какой-то конкуренции, мы делаем свое дело, которое кроме нас никто не сделает и которое кроме нас не сможет реализовать. Поэтому у нас четко цель программы, которую мы продекларировали полтора года назад, и мы сейчас движемся, мы идем, да, нас уже больше 100 тысяч человек, и к октябрю месяцу мы абсолютно уверены, что общее количество партнеров и участников проекта перевалит за полмиллиона человек. В этом, во всяком случае, вот у нашей команды, которая сейчас разрабатывает ряд механизмов, механизмов действия, на этот предмет нет никаких сомнений, и мы в ближайшее время увидите, насколько интенсивно и будет двигаться работа. Мы абсолютно уверены, что мы объединяем мир и объединять это наша работа, он будет понятен и принят большинством людей, которые хотят изменения и хотят, чтобы экономика развивалась, и проект, который является стержнем и основой шестого технологического уклада, в который мы сейчас входим, что это будет развиваться. И мы как раз, друзья, сегодня абсолютно свободные и независимые от кого, что мы сейчас не ждем от кого-то разрешения, мы не ждем каких-то решений Академии наук, правительства, губернаторов, мы делаем свое дело, и это позволяет нам сегодня абсолютно четко, уверенно утверждать о том, что мы за полтора года прошли очень непростой путь, и мы знаем, что мы сделали и какие цели мы ставим, так, тут Роман, 100 тысяч только у нас, нет, 100 тысяч человек это в общей программе, у нас в фонде мы перешли за 70 тысяч, а плюс еще 20 тысяч это в РСВ напрямую, и порядка 10 тысяч, там, ну около 10 тысяч идет в Skyway Capital, вот, но все активно растут сейчас, и активно растет Skyway Capital компания, и активно растет, напрямую инвесторы приходят в РСВ, это тоже абсолютно правильно, мы все-таки выбрали, и мы это постоянно говорим, что мы как Skyway Invest Group, то есть фонд целевого финансирования в Skyway, и как группа компаний Transnet, вот, которая объединяется уже для решения конкретных адресных проектов и конкретных научных задач, мы принимаем все-таки свой путь, как инвестиционная группа, инвестиционного фонда, вот, и мы много говорили, и еще будем говорить о том, что мы запускаем механизм потребительского общества, то есть мы всех, кто пожелает, это будет в личном кабинете, буквально днями в обновленном личном кабинете будет предложение зарегистрироваться дополнительно еще в потребительском обществе Евразия, это как инструмент, который будет перераспределять ту прибыль, те дивиденды, которые будет дальше давать программу. Соответственно, через общество Евразия, потребительское общество Евразия, мы сейчас движемся и работаем по земле, тут тоже, вот, мне буквально перед вебинаром пришел вопрос, что, вот, что останавливать регистрацию или останавливать заявки на землю, потому что тот путь, которым мы изначально пошли, то есть, когда нам президент Путин и полпред Трутнев в Дальневосточном округе предложили, что все, кто хочет, берите землю, вот, но, как всегда, бюрократическая чиновничная машина, закона нет, механизма нет, инструментария, который может переводить эту землю, нет, и сейчас Трутнев сказал, что к 16-му году только будут разработаны инструкции, которые позволят действовать. То есть, в принципе, как всегда, прокукарекали, а дальше хоть трава не расти. Вот, поэтому, соответственно, мы для себя и уже рядом губернаторов проработали, выработали несколько другой сейчас механизм, что мы на потребительское общество, в управление будем оформлять землю и уже, как потребительское общество, перераспределять эту землю между пайщиками и потребительского общества, в зависимости от паёв. Вот, это другой механизм, но он абсолютно в законном поле, и мы сейчас договариваемся, вот, Алексей, да, 67 тысяч в 162 человека. Ну, да, значит, я думаю, что к следующему вебинару у нас 70 тысяч должно быть обязательно. Вот, соответственно, эта работа и ведётся, и будет вестись, и это уже применение технологий, потому что не та логика линейных городов, которую мы сейчас продвигаем, и, соответственно, логика земли, которую мы сейчас оформляем, чтобы вы понимали, я это буду ещё и ещё раз проговаривать, что, чтобы вы не путали, что эта земля может быть там под приусадебный участок, или там под родовое поместье, друзья, эта земля может только быть привязана к струнным дорогам второго уровня и только к линейным городам, потому что мы сейчас специально оформляем землю в труднодоступных регионах, в труднодоступных местах, через которую будут проходить линейные трассы, линейные, соответственно, строятся линейные города для транспортировки сейчас холода и воды, это как то, что даст основная экономика, и это будет поселение нового типа. Отдельно сейчас эту землю сказать, что вы можете сейчас оформить где-нибудь на юге Красноярского края, в Тайге, где на ближайшие полторы-две тысячи километров нет железных дорог, и вы можете как-то осваивать, то это, конечно, друзья, не то что утопия, это иллюзия. Мы же сейчас, когда оформляем, и почему мы сегодня находим понимание у губернаторов, у чиновников регионального уровня? Потому что предложение, которое мы делаем, заключается в следующем. Мы просим закрепить за потребительским обществом в управлении землю, которая сегодняшними технологиями на ближайшие сто лет осваиваться не будет. Такой земли очень много, это 90% территории Российской Федерации. Соответственно, мы заявляемся и говорим, что мы по нашей программе планируем освоение этой земли. Это будет не просто высокодоходная и высокоосвоенная территория, а это еще и будет высоковостребованная земля, потому что там будет идти трасса, там будет идти линейный город, соответственно, вокруг него будет строиться вся инфраструктура. И дальше, естественно, мы ставим временные ограничения, что если в течение пяти лет мы не начинаем работу, то эта земля, соответственно, возвращается обратно региону, значит, мы не выполнили тех обязательств, которые мы на себя брали. Вот именно из этой логики мы сейчас делаем, запускаем, естественно, что мы ориентируемся на то, что технология в следующий год уже будет продемонстрирована, через год она будет засертифицирована и приступит уже к строительству конкретных проектов, а мы к этому времени должны подготовить, сделать, спроектировать, провести все бизнес-расчеты, привлекать инвесторов для того, чтобы дальше двигать и развивать проект. Поэтому это ни в коем случае не, то есть тоже были разговоры и мнения, что эта работа преждевременная, ни в коем случае это абсолютно своевременная работа, потому что к тому времени, когда технология будет продемонстрирована и готова уже строиться непосредственно на земле, мы к этому времени должны подготовить всю инфраструктуру, которая готова принять эту технологию. А это, вы понимаете, друзья, тоже не один день и даже не один месяц. Поэтому эта работа сейчас активно ведется. И вот это направление адресных проектов, она как раз принята как основной именно для нас, Transnet Group, и она будет основной для инвесторов, которые будут входить уже не в корневую технологию, а по нашим абсолютно четким представлениям, что к сентябрю-октябрю следующего года, когда начнется первая демонстрация, соответственно, вход в корневую технологию для венчурных краудинвестинговых инвесторов будет закрыт, а будут входить только уже высококрупные, скажем так, вечерные и хиджи-фонды, либо крупные заказчики, которые будут уже входить в корневую технологию. Эти переговоры, как уже говорил Анатолий Дуарович, и вот сейчас мы с Андреем ведем очень много переговоров, что эта работа ведется, и естественно, что сейчас она на этапе пока декларации с нашей стороны, что эта работа и эта демонстрация будет проведена в течение года, соответственно, решение об вхождении на этих условиях также будет приниматься в течение года. Но естественно, что эту работу надо вести сейчас, чтобы люди получали информацию, чтобы люди могли анализировать по тем документам, которые есть, а дальше каждая вбитая свая, каждая натянутая струна, каждый продемонстрированный подвижной состав Юнибус и, соответственно, городские и грузовые подвижной состав, это будет уже как доказательная база для того, чтобы то, что мы сейчас обсуждаем, делаем и декларируем, чтобы это подтверждалось. Так вот, друзья, это вся работа сейчас, которая идет на сложном внешнеэкономическом политическом таком фоне, который идет у наших соседей, внутри России, в общем мировом масштабе. То есть, опять же, казалось бы, на следующий год выборы в Соединенных Штатах, вот, казалось бы, каким образом это нас может коснуться. А уже сегодня администрация, которая будет формироваться, которая выступает с программой в Соединенных Штатах, у нее уже один из пунктов стоит сегодня, это ограничение экономической свободы и экономической возможности России, это ограничение ее влияния в мире, это говорит о том, что конфронтация на следующий год с президентскими выборами, кто бы ни пришел, она будет только увеличиваться. Соответственно, увеличивается давление на Россию, на ее экономику, и, соответственно, должны быть ответные действия. Не в том плане, что мы тоже должны ограничивать, это как раз самая большая глупость, которая сейчас может быть, хотя в политике такие правила игры, что если вводят санкции против тебя, то надо вводить ответные санкции и в дипломатии, и в экономике. Мы это видим сейчас с точки зрения своей задачи, что мы должны что-то разработать, сделать, предложить конкретную программу действий, которая будет поднимать, выводить экономику и не зависеть от внешних цен на нефть. Вот, а сейчас абсолютно видно, что любое колебание, даже малозначительное, на нефть, оно сразу колебает национальную валюту. То есть, на выходных начались волнения и проблемы в Греции, то есть, тоже страна с очень сложной сейчас экономической ситуацией в взаимодействиях с внешними кредиторами, а это в основном Европейский Союз и Мировой Банк. Так вот, казалось бы, друзья, идут проблемы с Грецией, с евро и внутри этого, а при этом курс, как вы видите, национальной валюты у нас вырос почти на 5-7%. Оказывается, что даже вот такие сегодня факторы очень активно влияют, и это говорит о том, что мы сегодня очень уязвимы от внешних факторов из-за того, что сырьевая ориентированная экономика, из-за того, что мы продаем моносырье, если раньше зависели только от поставок на Запад, теперь будем зависеть еще и от поставок на Восток, соответственно, Китай, та программа, где мы заключаем на 30-50 лет. То есть это все говорит, друзья, о том, что то, что мы сегодня делаем, альтернативы этому пути просто нет. Соответственно, наша задача довести, демонстрировать, сделать, и второй вопрос – это запускать и запускать и запускать адресные проекты, которых сегодня у нас десяток. Я думаю, что к концу года их уже будет как минимум несколько сотен проектов, и под каждой будет сформирована своя команда, своя логика, свой пул инвесторов. Вот под каждой из них будут разработаны предпроекты «Бизнес-план». Так что эта работа, друзья, огромнейшая, и как раз вот эта сеть этих проектов, она начнет вырисовываться, и уже исходя из этого мы будем считать и экономический эффект, и увеличение ВВП, и противостояние, соответственно, тем угрозам, которые есть. Это все как следствие той работы, которую мы сейчас, друзья, с вами делаем. Вот, поэтому, если сейчас еще подойти к логике адресных проектов, Алексей на этом очень, ну, я думаю, что сейчас свое слово и свое видение тоже обязательно скажет. Вот, а я буквально еще, прежде чем передать ему слово, еще раз остановлюсь, почему значимость вот этих проектов, которые подписали 15-16 июня, очень значимая. Чтобы вы понимали, давайте называть все своими именами. Мы подписали договора на разработку предпроектов и проектов венчурных трасс, которые будут основываться на той технологии, которая сейчас готовится и запускается на стендовом на испытательном полигоне в Нинске. Соответственно, это очень важный момент, что сегодня этой технологии нет, и эта технология не та, что использует Siemens скоростной китайский поезд, либо французскую, либо итальянскую, уже известные технологии. Это принципиально новая технология, которая будет в течение года продемонстрирована. Это первое и ключевое. Второе. Мы создаем сегодня систему финансирования по принципу краудинвестинга, то есть привлечения народных инвесторов для того, чтобы создать сначала документацию, расчеты, предпроекты, трассировки и бизнес-план, для того, чтобы показать, что такое будут эти проекты и какую прибыль они могут привлечь для тех инвесторов, которые будут входить уже в реализацию этого проекта. Это второе, очень важно. Третий момент, что кто сегодня входит на этой стадии, то это венчурная стадия. Потому что, соответственно, венчурная стадия, с одной стороны, это высокорисковое мероприятие, и высокорисковое сегодня организация инвестирования. Но, с другой стороны, это предполагает и очень высокую доходность и премию, потому что на сегодняшний момент очень много вопросов у основных крупных инвесторов, которые входят в такого рода проекты. Но, как только продемонстрирован полигон, как эта технология перестает быть инновационной, а становится инвестиционной, то есть пригодной для внедрения с расчетом бизнес-плана, соответственно, доходность инвестиций будет резко падать. Но те, кто входил на ранней стадии, они получат и будут, соответственно, распоряжаться очень серьезными премиями. Вот это как раз надо понимать, что в каждом адресном проекте, который мы будем делать, будет обязательно венчурная стадия, где наши партнеры, где, скажем там, люди, которые работают в нашем фонде, и участвуют в нашей работе, могут получать высокую доходность. В дальнейшем эти компании будут превращаться уже из венчурных в высокодоходные инвестиционные компании, то есть те, которые будут размещать инвестиции, строить трассы, получать прибыль и платить дивиденды. Вот это как раз, друзья, очень важно понимать. И прошу, чтобы вы сами это осознавали, и когда вы привлекаете или доносите до других, то это очень важно. И еще буквально два слова, прежде чем Алексей включится. Друзья, сейчас заканчивается структуризация компании, пересчет в личном кабинете тех инвестиций, тех акций, которые сегодня есть. И на этот предмет очень много сейчас есть недоразумений и технических ошибок, поэтому всех, друзья, призываю просто к спокойствию. И если где-то когда-либо были допущены либо какие-то ошибки, либо технические сбои, то прошу относиться к этому абсолютно спокойно, абсолютно, потому что сейчас уже вплоть до некоторых истерик, то есть мне приходили письма, что вот неправильно пересчитали, я разочаровался в SkyWay. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, что если это повод для того, чтобы разочароваться, значит это так. Но с другой стороны, из здравого смысла все должны понимать, что технические сбои могут быть, и они все в обязательном порядке будут урегулированы. Да, видео зависло, я вижу, друзья, что это мы уже не раз обсуждали, что наш младший брат интернет периодически подводит, ничего страшного, звук есть, поэтому я не останавливаюсь. Алексей, тебе слово, а я тогда еще в конце включусь и сделаю, как всегда, обобщение и ряд, то, что нас ожидает на ближайшее будущее. Да, Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья, напишите мне, как видно, как слава. Супер, я рад всех приветствовать на дневном вебинаре, но, собственно, можете по цифрам даже заметить, что вначале у нас было 80, сейчас уже 153, то есть примерно 150-200 человек присутствуют каждую среду на дневном вебинаре, это я говорю для новичков, и я думаю, что с теми темпами и планами нашего предводителя Андрея Федоровича Ховратова, которые поставлены, мы будем достигать уже тысячи людей присутствия на вебинарах, это абсолютно реальность. Та цифра, которую Сергей Анатольевич продекларировал и поставил именно на октябрь, она абсолютно реальна, потому что сейчас достаточно серьезные телодвижения будут делаться в том числе, как и у представителей, то есть будет разработана схема как линейного бизнеса, так и через сети, они будут работать параллельно и синхронизироваться. То есть те люди, которые не желают строить сеть вдруг, но желают развивать наше направление как линейный бизнес, то есть чисто как продажи, то есть что такое линейка, формируется отдел, представительство, промо-точки и, соответственно, это представительство имеет свой план конкретный. Если план выполняется, то все хорошо, выписывается, ну, как в корпорации, то есть кто не в курсе, у нас группа компаний Transnet и холдинг, и, собственно, поощрения различные, бонусы, премии, как это бывает именно и очень ценится у офисных работников, кто не желает работать в офисе по бизнес-плану, тот может развивать через сеть, как сейчас у нас все развивается. Но линейку нужно включать и нужно задействовать, потому что это очень мощный потенциал, потому что люди там заточены именно на конкретный результат. То есть они именно зависят от плана, их заработная плата, их процент, их оклад зависит от плана. То есть это очень мощные показатели, которые достаточно серьезно мотивируют. Ну, я хочу сказать, как сетевик и традиционный предприниматель одновременно, что развивая сеть, вы можете получать прибыли не меньше, чем с традиционной линейкой. То есть единственное, здесь нужно себя подпинывать, то есть самодисциплина, именно вот я общался недавно с одним из своих партнеров, сказаний. И мне всегда интересно, как люди выстраивают именно такую структуру, такое именно поступательное движение, когда, собственно, в счастливые дни просто бум происходит, как и у многих наших активистов, что две встречи в день, две-три встречи в день – это золотое правило. Представительство, если говорить это, то с проектором, с буклетами, с материалами, чтобы человек мог не только посмотреть, кто-то желает посмотреть, кто-то любит и потрогать, то есть визуально материалы, потрогать этот линейный город. И такие материалы, кстати, Екатеринбург любезно нам подготовил. Я думаю, что в чат представителей я в ближайшее время это сброшу, обязательно пользуйтесь, потому что вот эта вот история и по потенциальным адресным проектам, и вот Грузия у нас рассматривалась, и кто помнит, сейчас точно название не вспомню, но смысл в том, что золотодобывающая промышленность потенциально тоже будет использовать нашу технологию, естественно, приобретет, закажет свой адресный проект, когда все будет продемонстрировано, просертифицировано, то есть было некое письмо о намерениях. РИЧ, РИЧ ГРУП, что-то там такое с золотом связано. Собственно, вот таких намерений очень много, и сейчас я общаюсь очень плотно с Виктором Бабуриным, также мы с ним на связке, потому что это одновременный маркетинг. А у нас вообще в директорском составе, несмотря на то, что я, казалось бы, являюсь руководителем отдела иностранных переводных внешнеэкономической деятельности, то помимо своих непосредственных задач и обязанностей, каждый из нас выполняет все и сразу. То есть тут и с маркетингом, и с различными задачами приходится сталкиваться. И я могу сказать, тот шквал материала, именно очень продуманного, и взгляните вот на крайний ролик про вот именно систему автоматизации, про именно вот описание проводов, которые у нас в автомобилях, которые будут в юнибусах, что в юнибусах и будет гораздо меньше. Посмотрите на профессионализм. А, собственно, выдавало такое мнение, что оно и остается, когда у нас начнется уже конкретное производство, то есть, допустим, Могилев, свободная экономическая зона, где там будет располагаться именно научно, не то что научно-производственное предприятие, именно производственное предприятие, то есть завод по производству, система автоматизированного управления, подвижных составов, типа юнибус, именно корпусов, обводов и так далее. То есть все там будет производиться именно уже в железе. И вполне возможно, что, потому что такое намерение было, и переговоры были на ранних стадиях еще, что даже Discovery к нам придет в гости, и, соответственно, представляете, какой материал. То есть группа компаний Skyway непосредственно выполняет свои обязательства и задачи не только по разработке технологии, но и по выдаче очень много материалов, чтобы мы всеми с вами погружались в этот Skyway и действительно уже ощущались всеми фибрами души и тела шестой технологический уклад. Он действительно уже приближается, вот-вот уже настанет, и его закладка произойдет совсем скоро. То есть вначале это будет специальная сетка, рабица так называемая. То есть это по законам Беларуси нужно установить рабицу. Но я скажу, когда будет установлена рабица, я буду хлопать в ладоши, потому что это будет означать, что стройка действительно началась, а на рабицу будут натягивать только потому, что это закон. То есть если бы не было такого закона, то можно было сразу устанавливать забор. И забор, кстати говоря, будет инновационный. То есть это будет не обычный бетонный или какой-нибудь из профнастила забор. Это будет именно инновационный забор, струнный забор, который нам показал Анатолий Эдуардович Юницкий. И, к сожалению, мы пока что это не можем, несмотря на то, что наш мультимедиа делал что-то снимал, но сейчас даже материалы, которые выдаются, так как мы в очень плотных и теплых партнерских отношениях находимся непосредственно с группой компании Skyway. И в первую очередь мы движемся все к единому направлению. Мы некоторые материалы не можем выдавать, потому что идет отдел мультимедиа, очень серьезное согласование между Анатолием Эдуардовичем Юницким, между Денисом Юницким, между всей командой группы компании Skyway и именно топ-менеджментом. Потому что, если вдруг утечет что-то вдруг именно из ноу-хау, то, поверьте мне, даже несмотря на то, что это на русском языке, найдутся умельцы, найдутся, так скажем, крысы всегда бегут с корабля тонущего, но у нас корабль не то, что не тонет, он вообще в великолепном состоянии, идет с огромной скоростью. Но крысы везде найдутся. И, соответственно, это ноу-хау может быть передано конкурентам, оно может быть использовано, поэтому очень высокая осторожность. И что касается адресных проектов, недавно я общался по поводу предстоящей конференции в Бишкеке, то есть человек, который организует конференцию. И, кстати, эта конференция будет на 300 человек и более, что очень сильно радует. То есть уральскую конференцию мы постараемся подготовить тоже и в Екатеринбурге, и в Челябинске на 300 человек и более. И мы общались по поводу того, каким образом вообще зацеплять, как она выразилась, и заинтересовывать крупных чиновников. На самом деле общение будет абсолютно одно и то же, но уровень разговора будет по большей части об адресных проектов. То есть, чтобы заинтересовать чиновника или олигарха, именно который понял нашу технологию, который принял нашу технологию, есть люди и будут такие люди, которые еще при демонстрации, когда уже все будет продемонстрировано, засертифицировано, будут говорить, что все купили, взятки там и так далее, как вот Симонс, собственно, делает. И все равно все рухнет, будут аварии и так далее. Будут такие люди всегда, которые до последнего момента будут не верить. До последнего, я специально называю слово последний, а не крайний, потому что последний, это будет для них шанс на самом деле. А те люди, которые принимают, на самом деле, ну вот пример для меня, высший, так скажем, пилотаж, это когда Сергей Анатольевич Собиряков, сейчас я счастлив и рад общаться с этим человеком каждый день по очень серьезным, стратегически важным вопросам. И этот человек сумел объяснить Александру Лебедю, бывшему губернатору Красноярского края, как можно увеличить ВВП России буквально за несколько лет и почему это можно сделать с помощью только струнной технологии Анатолия Эдуардовича Ницкого. То есть было объяснено именно про адресный проект «Сибирский холод». Были показаны именно конкретно очень просто рассчитываемые цифры, то есть сумма в 21 триллион долларов. Все это исходит, я неоднократно говорил, и сейчас, ну, собственно, сам уже это знаю как таблицу умножения, и хотелось бы, чтобы все наши акционеры, инвесторы, мы будем обязательно прописывать это, как вот сейчас чуть-чуть разгребемся с текущими задачами по запуску Transnet групп сайта, то есть вы увидите там наполнение, вы увидите, возможно, в первый раз кто-то увидит идеологию и миссию нашей группы компаний, из чего складывается такой лозунг «Мы объединяем мир». Но Сергей Анатольевич действительно смог, еще не зная тогда слогана «Мы объединяем мир», доказать Александру Лебедю, что мы действительно можем на базисе, на основе, в первую очередь, России-матушки, во-первых, вывести ее в лидера, во-вторых, действительно объединить мир и, более того, продавать сибирский холод по всему миру. А поверьте мне, это будет очень серьезно востребованный бизнес, так как, собственно, на кондиционирование тратится в три раза больше энергии, чем на отопление в Российской Федерации, то есть кондиционирование в США, в Африке, в Австралии, в той же самой, очень серьезная задача. Что, не скажешь еще про питьевую воду, тут вообще никаких, не должно быть сомнений, так как один грамм убивает примерно 5 тонн чистой питьевой воды, выбрасываем именно в виде нефтепродукта. Тоже вот статистику, я не помню, приводил или нет, один всего лишь грузовой танкер, по статистике наносит вред, как примерно 50 миллионов автомобилей. То есть вдумайтесь в эту цифру, 50 миллионов автомобилей, всего лишь один грузовой танкер. Естественно, тут начинаешь задумываться, что какое вообще действительно сохранение планеты будет обеспечивать струнный транспорт Юницкого, потому что это абсолютно экологичное направление и действительно призванное сохранить нашу планету для того, чтобы она продолжила дышать и сохранить ее в первую очередь для будущих поколений. И в том числе сформировать фонд для будущих поколений. То есть в данный момент фонд для будущих поколений в различных, в том числе, странах расходуется нерационально. Чтобы вы понимали, адресные проекты, которые мы будем инициировать и уже синициировали 15-16 июня, я считаю, это вообще даты, которые нужно запомнить всем и каждому, это именно как дата рождения мысли Генри Фордом о даже не закладке первого камня на заводе в Детройте, а именно мысли, инициация, желание родить эту индустрию, автомобильную промышленность, которая повлекла за собой и нефтегазовую отрасль, и денежные переводы, и вообще рынок ипотеки, недвижимость. То есть, это все пошло именно от автомобильной отрасли. И как раз таки 15-16 июня это те дни, когда родилась сфера, в первую очередь, в инициации, пока что это договора, пока что это проекты, но поверьте мне, все мы, кто взял на себя обязательство реализовать этот проект, мы действительно это реализуем, нет никакого сомнения у меня лично в технологии, то есть, эти сомнения, уже остаточные явления были окончательно стерты после посещения уже во второй раз научно-производственного конструкторского предприятия. Я сравнивал, я сравнивал то, что было зимой, и то, что уже стало, ну, буквально мы в июне ездили, и действительно это две разные абсолютно реальности, то есть, раскачок и развитие очень колоссальный, более того, тот факт, что сейчас научно-производственное конструкторское предприятие уже переезжает с тысячи квадратных метров на две с половиной тысячи квадратных метров, я думаю, ближайшее будущее это через несколько месяцев еще больше будет площадь, говорит о многом, и более того, цену сбивают, нас очень сильно уважают в Республике Беларусь, и, собственно, за цену меньшую мы будем снимать большую площадь. И вернемся к адресным проектам, то есть, мы будем прямо прописывать чуть ли не скрипты разговора, кому-то это нужно будет заучить, и потом он поймет, кому-то это нужно в первую очередь понять, и далее использовать личные адресные проекты при общении с различного рода олигархами, чиновниками, крупными предпринимателями, и такой инструмент, как посещение научно-производственного конструкторского предприятия, и участие именно в конференции для крупных инвесторов, то есть, я тоже имел счастье присутствовать на данной конференции, когда только не то, что въезжал в проект, но посетил первую московскую конференцию, и буквально через несколько месяцев была уже конференция в Минске. Естественно, я туда поехал, потому что мне очень хотелось пообщаться с Анатолием Эдуардовичем Юницким лично, и когда человек пообщается, действительно, мнение по поводу технологии, реализации адресных проектов, они отпадают. То есть, в чем заключается отличие именно в общении с крупным предпринимателем и мелким предпринимателем? В том, что мелкому предпринимателю возможно неинтересен адресный, ему важна капитализация его акций. Крупному же предпринимателю, олигархам, чиновникам, заводам, директорам заводов крупных корпораций, холдингов, группы компаний интересно их участие, их интерес есть заинтересованность и дальнейшее получение прибыли от доли участия в том или ином адресном проекте. То есть тот факт, что синициировано в России уже три адресных проекта, то есть это Санкт-Петербург, Владивосток, это Тамторское месторождение, Тамтор, Якутия, это Челябинский, Екатеринбург, говорит о том, что естественно, когда мы будем начинать уже стройку, будут проводиться тендеры на те виды работ, которые могут быть выполнены не только группой компании Skyway. То есть это менее квалифицированные, но не менее важные работы. Некоторые работы будут выполняться только группой компании Skyway и никем иным. Естественно, будут проводиться тендеры. И если сейчас закидывать удочку и спрашивать, просто даже узнавать, сколько стоит допустим тонна стальных тросов и так далее, подобные слова, именно общаться на их языке с бизнесменами, с предпринимательными, директорами заводов, то, поверьте мне, они заинтересуются, потому что они увидят в этом будущую выгоду именно их участие в адресном проекте. Они будут участвовать, естественно, в первых мыслях, как выгода для своего бизнеса. Но далее они попадут в наш информационный поток. Я каждый вебинар буду повторять после размещения идеологии на нашем сайте Transnet Group именно идеологическую составляющую, потому что идея действительно значит многое. И с идеи началась и электрификация всей страны в свое время, чтобы вывести страну из того предстоящего развала, который мог начаться, и только электрификация всей страны в то же время план Горлоо помог вывести страну на тот момент из кризисных явлений. И на сегодняшний день первичная идея для россиян должна служить то, что действительно Skyway может стать спасательным кругом не только для населения, но и для целых заводов, предприятий и директора промышленных крупных организаций. У меня достаточно широкая база, и так как я являюсь руководителем своего агентства языковых переводов, я думаю, что в наш колл-центр я буду передавать в том числе знакомых, именно те, кто теоретически, по моему мнению, могут заинтересоваться нашим проектом, потому что здесь нет никаких граней. И тот пример, который Сергей Анатольевич Сибиряков привел, что в Австралии Ротхук, бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, который в свое время помог президенту Австралии стать президентом, заинтересовался нашей технологией, и более того, 5 месяцев он зрел, и он далее прошел верификацию, он понял способ, каким мы способом развиваемся, он говорит о многом. То, что действительно сейчас прорабатывается очень серьезное телодвижение по Африке, и параллельно прорабатывается по Турции, то есть сейчас даже параллельно с испанским будет внедряться именно турецкое направление, турецкое направление, которое сможет принести именно вот те прибыли, которых продекларировала Пануш, Сарксян, то есть это наш представитель по Турции, проживающий в Анкаре. И, собственно, уже там на предстарте стоят инвесторы достаточно серьезными крупными инвестициями, они не будут дожидаться демонстрации сертификации. Они хотят строить уже здесь и сейчас, потому что именно с 15-16 июня и произошло зарождение бизнеса транспорта второго уровня. Я лично это считаю абсолютно исторической датой, которая войдет в историю, возможно, о ней напишут не только в книгах автора, который писал о юницком собственно это войдет в различные статьи и совершенно в различные издания, потому что это действительно история и сегодня мы с вами творим историю, время, которое пришло и ничто не может этому помешать, остановить. Благодарю за внимание, с вами Алексей Сходаев. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Да, действительно, то есть, как бы это ни звучало, мы уже привыкаем к такой терминологии, к таким вещам, но если проводить сравнение, анализ, допустим, параллельно с нашим подписанием договоров, подготовкой адресных проектов, проходил Петербургский экономический форум, позиционируемый как ведущая экономическая тусовка в стране, где собрались все основные предприниматели, банкиры, олигархи и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если взять итоги этого форума, о том, что основной контракт на 8,2 триллиона рублей подписан, это продажа нефти на 25-летки китайцам, и еще 1,4 триллиона это там общее управление тоже связано в основном в нефтегазовой отрасли. И второй контракт, который тоже после этого буквально объявили, это еще на 30 лет продажа уже газа по газопроводу Сибири в Китай по фиксированным ценам. Естественно, китайцы это не те ребята, которые своего сейчас упустят. Вот, соответственно, получается, что вся экономическая и вся финансовая часть крутится вокруг продажи нефти и газа. Соответственно, исходя из этого, когда мы подписали договора и протоколы на 93 миллиарда долларов, то я в прошлый раз уже говорил, сейчас это совсем другого уровня контракты, это инновационные контракты на технологии, которые еще нет, но она создается, уже есть все предпосылки, и она уже готова к запуску, и это абсолютно новая отрасль, новый запуск и абсолютно новая ВВП. То есть, то, что мы делаем, мы действительно увеличиваем ВВП, мы действительно делаем новую экономику, а продать сегодня нефть и газ, то, что мы добываем, вот здесь как раз, наверное, не ума, не это самое. Всяком случае, это абсолютно естественный процесс, деятельность, но делать из этого экономически важное и значимое, скажем, такое мероприятие, это говорит о том, что большего и вообще показать больше нечего, и это единственное, что можно сделать с центральным событием форума. Вот это как раз, друзья, вызывает некое такое печальное восприятие того, что происходит, потому что мы делаем реально инновационную систему, и мы реально считаем, и все наши бизнес-планы показывают это увеличение и рост, а все, что мы видим вокруг, и в частности эти контракты с нефтью и газом, это просто продажи того сырья, которое уже до нас создано, и соответственно сейчас просто мы продаем с точки зрения Газпрома, наверное, это хорошая перспективная сделка, так сказать, с точки зрения 149 миллионов человек, которые живут на этой территории, нам от этого, друзья, наверное, ни жарко, ни холодно, потому что если посчитать, что мы от этого будем иметь с точки зрения дохода на каждую душу населения, которая живет в этой стране, то, друзья, это не просто крохи, это ничто, вот, поэтому показывать это как важное экономическое значение и событие, ну, по меньшей мере, вызывает больше вопросов, чем это хотят показать, ну, значит, друзья, больше пока нечего, вот, и соответственно, в этом плане то, что мы затеяли, мы делаем, а мы к Октябрьскому форуму уже договорились и сделаны, у нас будут договора на порядка уже 500 миллиардов долларов, это в различных частях света, в различных отраслях, в различных, и вот, то это, друзья, уже будет совсем другого уровня событий, совсем другого уровня, скажем так, экономика, поэтому здесь подходить к этому надо совсем, ну, скажем так, с другой точки и по-другому оценивать то, что мы делаем. Да, конечно, Алексей тоже правильно сказал, что не всем, наверное, это сейчас понятно, но, с другой стороны, знаете, я тоже в школе, когда учился и видел вот эту картинку, где Герберт Уэллс разговаривает с Ульяновым Лениным и тот рассказывает ему об электрификации страны, так вот, и когда там кремлевские мечтатели и когда вот это вот все считалось, я почему-то всю жизнь был уверен, что это Герберт Уэллс рассказывает Ленину о технологии нового применения электричества, я в школе почему-то так воспринимал, и когда я недавно прочитал воспоминания там людей, которые участвовали в этих процессах, то оказывается, это Ульянов Ленин рассказывал Герберту Уэллсу о том, как они хотят за ближайшие пять лет электрифицировать всю центральную часть России, и Герберт Уэллс назвал их фантазерами, понимаете, вот это для меня было все совсем по-другому, то есть, но исходя из того, что уже постановки задач, то есть Ленин, как руководитель на тот момент государства, которое находится в конфронтации со всем западным и, ну, так называемым цивилизованным миром, там, Японии в точек, в том числе, они понимали, что без технологического вооружения, без электрификации, а без нее, как невозможно провести индустриализацию, и не выпускать современные танки, самолеты, оружие, сделать ничего невозможного, и поэтому Советская Россия пошла на это, и план был реализован, и, соответственно, появились генерирующие мощности, которые за собой повлекли индустриализацию, ну, и дальше это стало как бы хребтом экономики, которая смогла выстоять потом в сложнейшее время. Так вот, сегодня создание новой технологии Транснет, именно транспорта второго уровня и построение новой сети, это такой же жизненный важный вопрос, и почему мы сегодня подводим к тому, что да, эта конфронтация, да, то, что сегодня происходит, она сегодня вынуждает, скажем так, нам выйти на новый уровень развития, как в свое время мы тоже эту историческую параллель проводили не один раз, не два, постоянно мы об этом говорили, что когда Романов, основной, ну, как сказать, Петр Великий, как его называют, великий реформатор, произвел именно революцию в области индустрии, в области науки, это было сделано для того, чтобы отстоять территорию, отстоять нашу русскую цивилизацию, для того, чтобы противостоять тем внешним силам и угрозам, которые есть, и поэтому была создана новая армия, новый флот, новая наука, которая все это могла делать, и система образования, которая все это питала, и Россия стала полноправным членом мирового сообщества, и каждый раз доказывала, что она в состоянии, вправе носить это имя. То же самое было в 17-м году, когда произошла ломка, опять же, переход, если говорить терминологией Сергея Юрьевича Глазева, то вот эти длинные технологические циклы, как раз начало 20-го века, это вход в четвертый технологический уклад, и это крушение сразу четырех крупнейших империй, на тот момент, которые определяли, собственно, всю цивилизацию на тот момент, и после Второй мировой войны еще рухнула потом и Британская империя, именно как последняя колониальная система. И это все сопровождалось запуском нового технологического уклада. Потом был пятый технологический уклад, он начался с развалом Советского Союза. Это не то, что это связаны два процесса, ни в коем случае технологические процессы и вот эти вот изменения общественного строя, это ни в коем случае не связаны процессы, но они идут, и объясняют логику, возникновения одного или другого, то есть тех или иных тенденций. Так вот, сегодня идет смена уже в шестой технологический уклад, и исходя из анализа, который есть, он обязательно будет сопровождаться очень серьезными изменениями в общественно-политической жизни, не только конкретных государств, целых групп, государств, целых континентов. Это неизбежный процесс, который Кондратьев, Николай Кондратьев, как раз это назвал вот этой теорией длинных экономических и технологических циклов. И то, что мы сейчас утверждаем и делаем, что в новом технологическом укладе, где будет резкий рост потребления, резкий рост ВВП, резкий рост развития целых территорий, соответственно, должна быть сформирована новая общественно-политическая формация, которая будет более справедливой. И мы тоже не раз об этом говорили, что по нашим прогнозам за 10 лет мировой ВВП увеличится в два раза. Соответственно, за счет введения новых технологий, новых месторождений, освоения новых территорий и так далее, и так далее, и так далее. То есть произойдет очень серьезное увеличение. И если это произойдет по той логике, как шоу развивался весь 20 век, то есть это будет сосредоточено в очень узкой группе людей, которые управляют 90% ресурсов всей земли, то это приведет к очень серьезным, несправедливым перекосам, которые будут являться основой для того, чтобы возникали новые конфликты, был передел и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, изначально мы сейчас видим, что этот процесс должен идти параллельно с более справедливой системой распределения. И мы как раз почему вводим сейчас потребительскую кооперацию, потребительское общество, что освоение новых месторождений, создание целых новых направлений и отраслей, если это будет идти через потребительское общество, то это будет справедливая форма распределения. И каждый, кто сегодня входит в технологию, кто является акционером, я говорю, у нас уже сотни тысяч, а будут миллионы, это эти люди, которые будут получать дивиденды, получать прибыли от внедрения, от работы этой технологии. И на наш взгляд, это абсолютно правильный и справедливый процесс, потому что люди, которые поддержали и с помощью именно своей инициативы запустили этот проект, то они вправе получать премии, доходность и дивиденды, которые в будущем будут, соответственно, это приносить, по-моему, абсолютно правильно и справедливо, если кто-то с этим не согласен, то я готов выслушивать аргументацию и готов оппонировать этим людям. Поэтому сегодня те, кто подключился к проекту, это тысячи людей, которые год назад и которые позволили развиваться этому проекту, то есть у них, соответственно, премия за их рисковые инвестиции была одна сегодня, ситуация вторая, через год ситуация будет совсем третья, то есть доходность на инвестиции, она все равно будет очень большая, но не соизмерима с теми, которая была год назад или которая сегодня. И я считаю, друзья, это абсолютно справедливо, потому что сегодня, конечно, проделана огромная работа, нам есть что показать, но это ничтожно мало по сравнению с тем, что предстоит еще делать. И как раз, когда, вот чем впечатляет посещение конструкторского бюро и как работает именно конструкторское предприятие, потому что, когда видят масштаб и объем работ, которые делаются, он, конечно, улетучиваются все последние сомнения, а когда это еще будет подкреплено строительством, которое сейчас начинается, это будет еще очень важная часть. Так вот, соответственно, для того, чтобы это запустилось и сделалось, надо было провести огромную работу, и мы ее сделали, и она сегодня приносит свои плоды. Без той работы, которая длилась полтора года, сегодня, о чем мы говорим, было бы бесполезно даже предполагать или размышлять. Поэтому сегодня те, кто подключаются и те, кто начинает привлекать новых инвесторов, им насколько сегодня легче, чем тем, которым был год назад и тем более полтора года назад. Вот, соответственно, то, что мы сейчас нарабатываем и делаем, это то, что стимулирует и показывает и запускает привлечение именно новых сторонников. И чем дальше это будет идти и двигаться, то, соответственно, тем более активно это будет приходить. Ну, а когда у нас там на октябрьском форуме некоторые инвесторы согласятся выступить и заявить о поддержке проекта, я могу сказать, что когда люди увидят очень многих серьезных, ну, не будем там анонсировать, очень многих людей, которые уже в проекте, я думаю, что следующим этапом приход акционеров и инвесторов будет еще большим вопросом. Тут много задают вопрос, а когда Владимир Владимирович будет акционером нашей компании. Мы для себя как-то так определили, что в принципе мы можем ему сделать такое предложение, но я думаю, что это будет уместно сделать, если у нас будет миллион акционеров. Я думаю, что когда даже лучше не миллион, а полтора миллиона это один процент населения, так вот, я думаю, что когда один процент населения поддержит этот проект и будет его акционерами, вот тогда уже можно будет первым лицам активно предлагать войти в этот проект и соответственно разговор будет совсем другой логики. До этого, друзья, это наша работа, которая находится внутри нас и нам надо ее самим для себя определить, сделать, то есть самим более определяться и для себя быть более уверенными в проекте, в его развитии, приглашать свой ближайший круг, приглашать друзей и так далее, потому что я могу сказать, что сегодня особенно с тем временем, в котором мы живем, с той общей экономической и политической ситуацией этот проект не может оставить равнодушным никого, потому что мы реально те, кто проектируем и участвуем в построении будущего, все остальное, что сегодня происходит, оно ведет в конфронтацию, оно сегодня введет в нерешение тех проблем, которые нам сегодня ставит время, а мы же сегодня ставим эти задачи, участвуем в их решении и мы закладываем механизмы, которые будут решать и уводить от тех противоречий, которые сегодня есть, и поэтому другого пути, кроме как построения сети адресных проектов Транснета, кроме как построения Скайвэя и сети второго уровня, другого пути сегодня нет, и если кто-то пытается там сегодня сказать, что есть другие технологии, что есть это все, друзья, такого же плана, мы не зря проводим эту аналогию, это как без электрификации построить советскую Россию и противостоять, выиграть эту конкуренцию, противостояние было невозможно, без создания современной индустриальной и мощной промышленности, а это без электричества сделать было нельзя, соответственно, это был единственный путь и как раз Ленин как гениальный управленец, который возглавил очень тяжелое время в переходный период правительства советской России, он это увидел и он это реализовал и как раз скажем так с точки зрения его именно заслуг это то, что он провел модернизацию и он провел индустриализацию страны, которая позволила в тяжелейших условиях дальше развиваться. Соответственно, сегодняшнее время оно абсолютно соизмеримо с ним, то есть мы опять стоим на грани выживания, мы опять стоим реально на пороге уничтожения, причем физического уничтожения, то есть на нашей памяти с вами соответственно 30 лет назад, ну там 25 лет назад в 91 году рухнул Советский Союз, хотя до этого провели референдум и 70 процентов жителей страны ответило, что они хотят жить в одной стране, но хотят ее модернизации изменения, изменения управленческой системы, экономической системы, но хотят жить в одной стране. Тем не менее, буквально через 4 месяца после этого референдум Советский Союз перестал существовать, получилось 15 независимых государств, сегодня мы опять стоим под давлением внешних сил и тех, которые внутри так называемые люди, которые работают не на интересы страны, мы опять стоим на пороге, что хотят расчленить опять на ряд регионов, которые будут каждый независимый, и эта работа уже идет, и она активно будет продвигаться. Так вот, как раз объединить эту систему, причем, опять же, парадокс в том, что весь мир для того, чтобы развиваться, он объединяется. Соединенные Штаты Америки, объединенная Европа, Китай, который собирает все свои территории, которые там столетиями были разбросаны. Так вот, весь мир объединяется, а мы почему-то все делимся и делимся и делимся, то есть разделились на республики, теперь уже Украина делится на отдельные части, так сказать, Россию опять уже рассматривают отдельными регионами. Так вот, друзья, с точки зрения самой логики развития и в сравнении нового будущего, это неправильно. И мы как раз определили, что Транснет это та система, которая будет цементировать, связывать именно новые технологии, которые объединяют мир, а не разъединяют. В этом и заключается наша задача и в этом и заключается та работа, которую мы сейчас делаем, что объединять это действительно наша работа. И она не какая-то эфемерная, это не то, что мы должны ходить на демонстрации с какими-то лозунгами и говорить, что мы за мир во всем мире. Нет, друзья, нам надо делать свою работу, нам надо продвигать технологию, нам надо строить полигон, нам надо проводить испытания, нам надо делать адресные проекты, писать бизнес-планы, встречаться с инвесторами и с потребителями, которые будут осваивать определенные месторождения, потреблять эту продукцию. Это, друзья, огромная работа, нам ее надо делать каждый день. И вот делая эту работу, мы как раз и будем объединять, и мы действительно объединим мир, и это все в наших руках. То есть это как раз тот редкий случай, когда нам не надо ходить и у кого-то что-то просить, можно нам это делать или нельзя. Мне, честно говоря, все равно, что думают на это многие сейчас наши чиновники, ну, допустим, такие как Аркаша Дворкович. Мне абсолютно все равно, что он думает про Транснет, хотя он курировал транспортную отрасль долго, о том, что он писал концепцию развития стратегии до 2030 года и более бредового документа я, честно говоря, в своей жизни мало видел. Мне все равно, что об этом думает министр транспорта, который то же самое сегодня просит деньги у правительства и фонд будущих поколений для развития железных дорог. Или о том, чиновниках правительства, которые хотят лоббировать сегодня китайскую, сначала японскую, сначала немецкую, Сименс, они лоббировали там Санкт-Петербург, Москва, потом Москва, Казань. Все, сейчас с Сименсом не дружим, потому что это так начали лоббировать китайскую систему. Вот, у них мозгов не хватает на то, чтобы заявить о том, что надо сделать свою систему более эффективную, более качественную и более дешевую. У них на этом мозгов нет. У них есть мозги на то, чтобы лоббировать чужую систему и получать за это откаты. Это их работа. Потому что, как я уже не раз говорил, многие из вот этих деятелей, чиновников сегодня, которых чиновника, чин, то есть служение назвать нельзя, эти все бизнесмены на своем месте, они все уже не то, что делят откаты, а пока мы с вами обсуждаем Москву, Казань, они уже потратили те откаты, которые им сегодня дают. Поэтому, естественно, что они будут всегда выступать против этой системы. Они всегда будут противниками, во-первых, инновации, а во-вторых, система, которая еще не приносит им откаты в карман. Даже если мы сейчас скажем, что ребята, мы будем играть по вашим правилам, и мы будем вам относить откаты. Но дело в том, что так как эта система в 10 раз меньше, то откаты такие, как при Сименсе и при китайской скоростной дороге быть не могут, потому что стоимость в 10 раз меньше. Мы же не можем им давать столько же, сколько они откатов возьмут больше, чем будет стоить вся эта дорога. Поэтому они это тоже понимают, и они тоже от этого не в восторге. Но я могу сказать, что, друзья, время сейчас подходит такое, что такого рода бизнесменов, как мы их называем сегодня в чиновнищих креслах, их время прошло. Не то, что проходит уже, их время прошло. Они досиживают сейчас свои последние дни или недели, но при этом, друзья, если анализировать то, что происходит, то это как первое время чины. Они понимают, что им всем осталось сидеть в этих должностях и не так много, поэтому они сейчас очень лихорадочно решают свои личные проблемы. Но опять же, друзья, я могу сказать, что это тоже вопрос очень такого небольшого времени. И то, что мы делаем, эту работу, эту значимость переоценить нельзя. Вот недооценить, как раз можно, сейчас мало кто понимает ценности того, что мы с ним делаем. Но самое главное, друзья, чтобы мы сами с вами понимали, что мы делаем. И я думаю, я абсолютно уверен, что люди, которые в нашей программе, те, которые входят на наши с Алексеем вебинары, вообще на вебинары нашей системы, которые интересуются проектом, тем более те, которые продвигают этот проект, люди понимают эту ценность и эту значимость. И с чем мы уже столкнулись, и мы не раз об этом говорим, и мы это видим постоянно, что основной двигатель, как это ни странно, это даже не желание заработать сейчас или не желание тех дивидендов, которые будут в будущем, а реально очень многие люди хотят реализовать этот проект. И это сегодня основная наша движущая сила. То, что нам необходимо построить новую экономику, это без транснета, без новых коммуникаций, без новой индустрии невозможно. Нам надо осваивать новые месторождения и, соответственно, строить новые города, новые расселения. Это тоже невозможно развиваться, делать, без этого нельзя великой нацией или территорией, которая занимает одну шестую часть суши и жить на этой территории. Соответственно, без этого нельзя строить общество, где все будут не уродами и не нищими, а будут нормально, достойными, развивающимися гражданами. У всех будет работа и люди будут желать не отправить своих детей учиться куда-нибудь за границу, хоть куда-нибудь. Уже народ обсуждает, хоть в Венгрию, хоть в Болгарию, хоть в Молдавию, но только не здесь. Не говоря уже, у кого деньги есть, все в Лондоне уже учатся. Вот, это так называемые наши чиновники и бизнесмены. Так вот, друзья, нам надо выстраивать не такую систему, а ту, которая будет гордиться и которой мы хотим жить в этой стране. И здесь как раз, друзья, то, что мы с вами делаем, это зависит от нас. И вот то, что я сейчас говорил, мне все равно, еще раз я повторю, что об этом думает Аркаша Дворкович, мы это будем делать, строить, внедрять и дальше двигаться. А он пускай будет союзником, будет противником, будет еще что-то. Максимум, что они могут сделать, но запретить на территории России строить. Ну и что значит будет строиться? В Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Грузии, в Америке, в Лондоне, значит там будет строиться, а здесь нет. Ну и что они добьются? То, что там будут развиваться транспорт и территория, а эти друзья будут опять ходить и думать, как с чего-то получать откат. Ну и что? В начале 90-х годов кто-то из чиновников противился развитию интернета. И что? То, что сегодня есть в Северной Корее. Поэтому, друзья, правильно, мы всегда произносим, вот Алексей, это на каждом вебинаре, и мы тоже, так сказать, об этом не раз и не два говорили. Как сказал Дмитрий Иванович Менделеев, если время технологии пришло, никакая сила, в том числе в лице Аркадьша Дворковича, не может ее остановить. И даже в лице нашего незабвенного премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, большого поклонника инноваций. И как тут Задорнов недавно сказал, что он говорит, даже гвоздь вбить не может. Знаете почему? Потому что айфоном гвоздь вбить невозможно. Понимаете? Вот. Ну это шутка, так сказать, но очень такая оригинальная. Вот. Поэтому мы абсолютно уверены, и сейчас ряд переговоров и процессов, в которых мы участвуем, вот абсолютно уверены, что в ближайшее время, исходя из тех вызовов, которые есть, что правительство будет заменено, что придут адекватные люди, которые будут, соответственно, принимать и отвечать за решения, которые нужны сегодняшнему дню, что технологии, в том числе и Транснет, и Скайвей, даже на государственном уровне будут приняты продвигаться. Потому что другого на сегодняшний момент нет. А мы с вами, друзья, мы это делали, делаем и будем делать. Поэтому, друзья, строй Скайвей, спасай планету, и, соответственно, Транснет Круп, мы объединяем мир. Это ключевые сейчас моменты, это ключевые наши лозунги. И здесь, друзья, от нас очень много зависит, и здесь я как раз обращаюсь к каждому из вас, потому что в данном случае работа каждого приносит успех всем. То есть, вот мы сейчас потихонечку, видите, так по вебинарам растем, ну, к 150 человекам подошли, но наша задача, чтобы на наших сибирских вебинарах, то есть для Сибири и Дальнего Востока, к сентябрю месяцу было по тысячу человек каждую неделю. Это обязательно, потому что это будет показатель того, что эта система расширяется, и та информация, которую мы даем, она людям нужна. А, соответственно, это значит, сторонников увеличивается, и те люди, которые продвигают этот проект, очень серьезно растет. Это работа каждого из нас. И дальше, соответственно, у нас сейчас начинает активно работать логика представительств. Вот мы запускаем этот механизм, то есть мы сейчас с группой ребят в Москве и в Московском регионе запускаем эту работу для того, чтобы активнейшим образом здесь это продвигать. Алексей, это Уральский регион там. Поэтому, друзья, это как раз та работа, которую нам надо с вами делать, и которую никто, кроме нас, не сделает. Все, друзья. Аркадий Дворкович, ну ладно, друзья. Давайте на этом, давайте сегодня прощаться до вечернего вебинара, а я все-таки призываю каждого подумать, что он еще может сделать, и чего он еще не сделал для будущего, и для того, чтобы объединять мир. И я могу сказать, что если вы каждый подумаете, а если вы еще походите на наши тренинги, которые ведет Андрей Хавратов, Ольга Шантина, Игорь Хальзов, соответственно, вы еще и поймете и очень многое научитесь, то я думаю, что результативность нашей работы будет очень и очень возрастать. Все, друзья, всего доброго, давайте до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова